Ли Сяофэнь. Прозвище. Император Хуменов. Джи Джи. Скай. Дата рождения. 16 мая 1985 года. Образование. Научно-технологический университет провинции Хэнань. Место рождения. Город Жучжоу, провинция Хэнань. Отец был врачом, мать работала на винодельне. Карьеры хороших игроков могут быть в чем-то схожи, но карьеры игроков великих всегда различаются. Равно как различаются их характеры, сами их личности. Мун — это воплощение таланта и творчества. Грабби — это человек, который сделал в Варкрафте не только себя, но и собственный бренд. Именно эти два прогеймеров входят в триумвират величайших варкрафтеров в истории. И есть, конечно же, в том триумвирате еще один игрок. Человек, который как оказал колоссальное влияние непосредственно на Варкрафт 3, так и стал символом киберспортивного прорыва целой нации. Человек, которому оказалось мало выиграть World Cyber Games лишь два раза. Человек, который стал олицетворением расы хуманов. Сегодня мы говорим о Ли Сяо Фене, известном также как Скай. 1985-1995 Скай был старшим ребенком в своей семье. У него есть младший брат, который на 4 года младше, и сестра, которая моложе на 2 года. Такие промежутки из-за того, что в Китае в то время давали штрафы за рождение сразу нескольких детей. Семья Ская жила бедно. В основном деньги зарабатывал только отец, но какая там зарплата у обычного врача в китайской провинциальной больнице. В одном из интервью Скай вспоминал, что в детстве он был очень худым, а отец именно к нему относился строже всех. Ведь именно Ли был самым старшим ребенком в семье. Будущему чемпиону World Cyber Games частенько доставалось не только словесно, но и физически, ведь ребенком он был весьма непослушным. Еще раз, просто чтобы вы понимали, семья Ли Сяо Фэня была очень, очень традиционной китайской семьей. Из тех, где родители решают, чем их дети будут заниматься по жизни, а тем остается только повиноваться воле старших. Дисциплина и честный труд на полезной обществу работе, такие вот ценности там ставятся во главу угла. Ли Сяо Фэню было, что называется, на роду написано стать врачом или учителем или полицейским. Но уж никак не киберспортсменом. При всем при этом Скай был весьма непослушным парнем. Он прогуливал в школу, дрался с соседскими детьми, даже сбегал из дома. Неизвестно к чему это все привело бы, если бы в какой-то момент парень не увлекся видеоиграми. 1995-1998. Скай, как и многие из нас в начале-середине нулевых, экономил на завтраках для того, чтобы после школы или вместо школы пойти в компы и там как следует отвести душу за хорошей игрой. Изначально он гонял в залы аркадных автоматов, но в 1998 году двоюродный брат отвел его в компьютерный клуб. Там Скай познакомился с игрой, которая стала, пожалуй, началом всего азиатского киберспорта с первым Старкрафтом. Вскоре Скай узнал, что есть игроки, которые играют в Старкрафт профессионально, зарабатывают на этом деньги. В одном из магазинов Ли попался на глаза журнал о компьютерных играх, в котором было написано, что игрок Кулоу Сиэсэй стал чемпионом Китая по Старкрафту. Там же были описания разных стратегий, которые использовали участники первого китайского чемпионата по брудвор. Упускать такой кладезь ценнейшей информации было нельзя, поэтому Скай купил журнал, сторговавшись с продавцом с 10 до 9 юаней. После того, как Скай тщательно изучил все, что было в журнале, играть он стал действительно лучше. Но что логично, увлечение компьютерными играми сказалось на результатах в учебе. Скай провалил экзамены для поступления в среднюю школу, за что отец в очередной раз избил его и запретил ходить в интернет-кафе и играть там в компьютерные игры. Однако двоюродный брат взялся прикрывать Ская и тот тайком от родителей продолжал тренировки. Вместе парни обнаружили батлнет и начали играть по сети, стараясь находить все более сильных соперников. Тогда-то собственно и появился никнейм Скай. Ли Сяофэнь долго придумывал себе ник и хотел называться то китайским богом войны по имени Гуань Гун, то одиночкой, что ищет поражение Ду Джу Кью Бай, то неуязвимым Тин Хия. Но записать ник на китайском языке в батлнет было нельзя, да и количеством символов было ограничено. В результате Ли выбрал себе короткий, звучный, простой и очень многое значаще в контексте его китайского происхождения ник Скай. На самом деле игрок тогда вовсе не имел в виду, что Китай это типа поднебесная, а он сам это аж небо. Просто это было единственное подходящее слово на английском, которое пришло ему в голову. 1998-2002. До 2002 года Скай продолжал оттачивать свое мастерство в Старкрафте. При этом в 2000 году, упоминуясь воле своего отца, он начал обучение в медицинской школе города Ло Ян. На своем потоке он оказался самым младшим, другие студенты были на 3-4 года старше него и ему частенько доставалось от более старших однокурсников. Как Скай боролся с этой проблемой, спросите вы? С этой проблемой Скай боролся, проводя все больше времени в Старкрафте. Теперь он уже целыми ночами зависал в интернет-кафе. Он экономил на всем подряд, каждый день питался только жаренными пирожками и холодной водой, а все свободные деньги тратил на время в интернет-кафе. Благодаря предельно аскетичному образу жизни, получилось тренироваться примерно по 10 часов в день. Скай приняли в профессиональную команду из провинции Хэнань. Он начал тусоваться с топовыми игроками, завел в этой среде новые знакомства. Правда, спустя какое-то время Скай из команды кикнули, так как его результаты все еще оставляли желать лучшего. В 2002 году Ли Сяо Фэнь принял участие в китайских отборочных на World Cyber Games и результатом стал полный провал. Он вылетел уже в первом раунде. Позже игрок вспоминал, что когда он покидал место проведения игр, то ему хотелось выброситься в окно с третьего этажа. И вы, возможно, помните, как у нас у компьютерных клубов были свои команды, где местные папки могли играть бесплатно. Так вот, Скай за игровое время в интернет-кафе по-прежнему платил. Поэтому ему частенько приходилось жить чуть ли не впроголодь и занимать у соседей по комнате денег. При этом в играх Скай постоянно играл всякие чизы и раши. Во-первых, чтобы за ограниченное время сыграть побольше матчей. Во-вторых, компьютер в интернет-кафе был довольно слабым и начинал сильно тормозить уже на 100 лимита. Так что все свои партии Скай старался заканчивать побыстрее. Не из-за того, что боялся долгих макроигр, а из-за того, что вынуждали обстоятельства. Не мы такие, жизнь такая, как сказал бы герой одного популярного фильма из первой половины нулевых. 2002-2004. Скай потратил на Брудвор очень много времени, но каких-то ощутимых результатов добился только в 2003 году. Тогда он сумел пройти региональный отборочный World Cyber Games в Сиане, а также занял третье место на крупном китайском турнире GOG. Медицинскую школу Скай к этому времени уже закончил, после чего вернулся в родной город, где устроился работать интерном в больнице. Разумеется, денег у Ли по-прежнему толком не было, потому что ни в больнице, ни в киберспорте денег он толком не зарабатывал. Но в 2003 году случилось то, что навсегда изменило не особо удачную карьеру этого парня. Одно из интернет-кафе города Джинджоу собирало свою команду для того, чтобы выступать на соревнованиях по новой игре Warcraft 3. Владельцы предлагали хорошие компьютеры и бесплатное игровое время, и мимо такого шанса Скай, который к тому времени уже немного был знаком с ВЦ3, не мог пройти. Может показаться, что условия были лафа, тебе дают бесплатное время за компом, только и знай, что тренируйся и нагибай щеглов на ладере. Но на деле все оказалось далеко не так радужно. Днем в интернет-кафе было битком народу, поэтому Скаю и нескольким другим игрокам приходилось тренироваться по ночам. Спали парни на небольшом складе за кафе, куда вела дверь высотой всего в один метр. В таком режиме Скай тренировался три месяца и по итогу все-таки сумел стать одним из лучших варкрафтеров Китая. Скай – это эпитомия тренировок. Он сочетает свой талант с большим количеством практики для того, чтобы довести до совершенства какой-то один стиль игры. Иногда со мной тоже бывает такое. Я раз за разом делаю одно и то же, иногда это необходимо, но при этом мне кажется, что это сказывается на способности мыслить творчески. Цитата Грабби. Работу в больнице Скай бросил, о чем и рассказал отцу, когда весной 2004 года приехал домой погостить. Тот этим новостям понятное дело не обрадовался, дома воцарилась очень напряженная атмосфера, но Скай в родных стенах надолго не задержался. Он узнал, что в Китае клуб Хантер набирает игроков в свою команду, платят 1000 юаней в месяц. Ли незамедлительно принял решение переехать в Китай. Изначально Скай планировал пробиться в состав Хантер по Старкрафту, но там уже хватало игроков, к тому же игроков реально топовых по китайским меркам. А вот с составом по Варкрафту все было куда хуже. Тут-то менеджер команды и прошарил, что Скай в 2003 году был в топ-5 варкрафтерского ладдера и одним из сильнейших игроков Китая, а потому предложил Ли играть за Хантер именно в военное ремесло. Стороны подписали контракт на три месяца. В то же время Скай поставил самому себе ультиматум. Либо он выигрывает уже что-то серьезное, либо завязывает с киберспортом. Игрок тренировался по 14 часов в сутки и сумел в итоге выиграть пекинский турнир Эйкон 4. Да, это был всего лишь региональный ивент, но в нем принимало участие несколько достаточно известных в китайском киберспорте игроков. Разумеется, после победы о Скай заговорили. Я отправился в Пекин, чтобы стать профессиональным игроком. У меня тогда были очень большие амбиции. Я мечтал стать топ-1 игроком Китая, хотел представлять свою страну на финалах World Cyber Games в Корее. Если бы я стал чемпионом, то я мог бы продолжать карьеру профессионального игрока. Спустя какое-то время Скай покинул команду Хантер и присоединился к топовой китайской команде Юлини Юлинг Дэн Цу, где познакомился с топовыми игроками Сухо и Чайна Хуман, которые в дальнейшем серьезно на него повлияли. Турниры пошли один за другим. DGC Delian Esports Invitational, Long Tong Cup, китайские финалы Acon 4 China Finals и китайские же финалы World Cyber Games. В том году Скай успешно отобрался на ВЦГ, но не смог поехать на главный турнир из-за того, что у него не было визы. Скай не считал себя талантливым игроком. В одном из интервью он говорил, что он не очень умный и не очень быстрый, поэтому там, где другим хватит трех часов тренировок, ему нужны все 12. Безусловно, Скай мог при случае потягаться в контроле с топовыми игроками, мог заготовить на матч какие-то нестандартные стратегии, но его козырь это тщательная проработка своих билдов, а также агрессивная игра. Благодаря упорной работе над каждой своей стратегией, Скай знал, какие мельчайшие изменения нужно внести в билд для того, чтобы подстроиться под действие соперника, а постоянный прессинг заставлял противников совершать ошибки. 2005 Все, что было до 2005 года, это долгий путь Ская к тому, чтобы стать прогеймером. Для того, чтобы добиться поставленной цели, ему действительно пришлось многое пройти. Его устремления не разделяли в семье, ему приходилось тренироваться в тяжелых условиях, иногда даже голодать. Он посвятил огромное количество времени Брудвор, вложив в эту игру очень много сил, но так и не смог добиться в ней серьезных результатов. В 2005 году, однако, все меняется. Именно этот год становится прорывным годом в карьере Ская и, вероятно, в истории всего китайского киберспорта. Скай окончательно переключается на Warcraft 3 и превращается не в просто успешного игрока, а в настоящего чемпиона. Первым турниром, на котором Скай сумел заявить о себе на международной арене, стал World eSports Games, в котором участвовали лучшие игроки Европы, Америки, Азии и Китая. В списке участников были корейский гений Мун, серебряный призер World Cyber Games кореец Заккарт, топовые корейцы Freedom, Sweet и Fof, европейские топы Deadman, Madfrog, Insomnia и He-Man. Один из сильнейших игроков Америки Short Round. От Китая здесь выступали 5 игроков. Ид, Magic Young, Суха, Ксяот и, собственно, сам Скай. Скай на этом турнире дошел до полуфинала, обыграв в группах таких соперников, как Deadman, Short Round и He-Man, но проиграв корейцам Заккарду и Муну. В полуфинале он вновь сыграл против Заккарда и вновь уступил ему, на этот раз со счетом 2-3. В дальнейшем, в матче за третье место, он обыграл своего соотечественника Magic Young и тем самым взял первую в своей карьере бронзу действительно крупного турнира по WC3. Здесь нужно понимать, что World eSports Games был очень престижным турниром с высоким уровнем конкуренции. А тот факт, что на нем играли игроки как из Китая и Кореи, так и из Америки и Европы, обеспечивал большое внимание со стороны варкрафтерского сообщества. Поэтому после этого турнира Скай стал хорошо известен за пределами Китая. А в самом начале лета 2005 года Скай уже выиграл и первое в своей карьере золото. Произошло это на турнире Acon 4. Нельзя сказать, что это был какой-то топовый ивент. Из реально известных игроков здесь были только россиянин Дэдман и кореец Римайнд, которые и были главными претендентами на победу. Помимо них, можно было выделить таких участников, как немец Мяу, поляк Террор, датчанин Циара и нидерландец Роттердам. Но все они ни в какое сравнение шли с уже упомянутыми Дэдманом и Римайндом. Скай же на этом турнире был в статусе темной лошадки. У него было неплохое выступление на World Esports Games, но все-таки его истинный уровень еще вызывал вопросы. Тем не менее, именно Скай в итоге и стал чемпионом Acon 4. В полуфинале верхней сетки он проиграл Дэдману, но в дальнейшем в лузерах обыграл Блетти и Меу. В финале лузеров Скай взял реванш над Дэдманом, обыграв того 2-1 и вышел в гранд-финал турнира, где ему предстояло сыграть с Римайндом. Причем для того, чтобы стать чемпионом, Скайу нужно было выиграть две серии. Именно это и произошло, и Скай записал в список достижений первое чемпионское золото, а также пополнил личный счет на 8 тысяч долларов. По тем временам это были очень солидные деньги. Более того, Скай стал самым первым в истории игроком из Китая, которому удалось выиграть международный турнир. Спустя месяц Скай приехал на Electronics Sports World Cup, который проходил в Париже. Это был один из самых престижных турниров того времени с призовым фондом в размере 40 тысяч долларов. Ли Сяофэнь не без труда прошел групповую стадию, в которой проиграл болгарину Инсомния и шведу Сасэ, но обыграл корейца Эндюре, немца Спелл и белоруса Про Хьюмана. В четвертьфинале Скай справился с французом Вольфом, но в полуфинале проиграл уже хорошо знакомому ему Дебману, а затем в матче за четвертое место уступил корейцу Рейну. Таким образом, где-то за 4 месяца и 3 турнира Скай успел как следует примелькаться на международной арене. Стало понятно, что он может соперничать со многими игроками из Европы и Кореи, но все-таки игроком действительно чемпионского калибра он пока что не был. Этот тезис подтвердился и на китайских отборочных World Cyber Games. И World Cyber Games это, конечно, всегда совершенно отдельная история. В Warcraft было множество турниров с куда более плотным списком участников, с куда более объективной системой проведения, но в ЦГ это было нечто совершенно магическое. Как-то уж так повелось, что именно победитель этого турнира воспринимался как настоящий чемпион мира, а сами World Cyber Games были, ну знаете, таким что ли символом того, что киберспорт может стоять наравне со спортом традиционным. Скай мечтал стать чемпионом ВЦГ, но на китайских отборочных он занял всего лишь третье место, пропустив вперед орка Ксяота и китайца Сухо. Тем не менее, за третье место тоже давали путевку на финальный Event World Cyber Games, так что в ноябре 2005 года Скай отправился в Джакарту. И там стал чемпионом самого важного турнира в истории ВЦ3. Точка невозврата. Если сейчас посмотреть на сетку World Cyber Games 2005, то начинают появляться вопросы. Например, Скай уже на групповом этапе переселся с Грабби и там ему проиграл. Впрочем, оба игрока вышли из группы, так что вряд ли тот матч имел для обоих принципиальное значение. В плей-офф Скай отдал по одной карте в матчах против Крео и Тодда. То есть нельзя сказать, что он как-то абсолютно доминировал над всеми остальными. Тот же Крео в 2005 году еще не был тем монстром, который несколько лет спустя выиграет ВЦГ и Близзкон. Наконец, в финале Скай играл против американца Short Round, который был далеко не самым сильным игроком на том турнире, хоть и обыграл в полуфинале самого Грабби. В общем, к победе Ская на World Cyber Games 2005 можно долго прикапываться с самых разных углов, но историю уже не перепишешь. Ли Сяо Фэнь выиграл самый престижный турнир по Warcraft 3 в мире и стал не просто чемпионом, он стал символом. В 2004 году власти Китая сделали серьезную ставку на киберспорт на национальном уровне. Министерство спорта запустило турнир под названием China Esports Games. В киберспортивные соревнования потекли государственные деньги. А победа Скай на ВЦГ показала, что китайцы могут не просто играть в компьютерные игры, но быть в них лучшими. Одной только этой победы на World Cyber Games с лихвой хватило бы для того, чтобы Скай навсегда вписал свое имя в историю киберспорта, но это было только начало. Впереди был еще долгий путь, на котором Ли Сяо Фэня ждало множество престижных трофеев. Впрочем, было на том пути и немалое количество болезненных неудач. Удержаться на вершине Можно ли сказать, что после 2005 года Скай превратился в лучшего игрока мира и стал доминировать на международной арене? Увы, нет. Да, Скай был в числе лучших, но следующего чемпионства пришлось ждать почти год. И на пути к этому чемпионству Скаю предстояло пережить одно невероятно обидное поражение. Весной 2005 года в китайском городе Ханчжоу проходил крупнейший турнир World Electronics Sports Games, на который были приглашены лучшие игроки из Азии и Европы. Список участников выглядит просто потрясающе. Китай представляли Скай и Ксяот, от Кореи приехали Мун, Гостоп, Свит и Закарт, а честь Европы защищали Грабби и Тодд. Скай занял первое место в группе, выиграв матчу против Грабби, Свита и Закарда со счетом 2-1. В другой группе первым финишировал Мун. Все предвкушали абсолютно эпичный финал между действующим чемпионом ВЦГ и пятой расой, но в полуфинале случилось нечто совершенно неожиданное. Скай проиграл Тоду, причем проиграл безапелляционно 0-3. Это был настоящий разгром, а в глобальном контексте это была еще и пощечина всему китайскому киберспорту. Скай был лучшим игроком Китая, но он абсолютно ничего не сумел поделать с Тоддом и был просто разгромлен на своей земле на глазах множества китайских болельщиков. После поражения Сяо Фэнь Ли не мог сдержать слез. Частично реабилитироваться за такой провал Скай смог на турнире Stars World 3, где выступали сборные Китая, Кореи и Европы. Он плохо отыграл против корейцев, но тот матч спасли Суха и Флай. А вот против Европы Скай взял 3 очка из 6, обыграв в том числе Грабби и Тодда. Да, это были матчи всего лишь до одной победы, но это лучше, чем ничего. Тем более, что сборная Китая по итогам того турнира заняла первое место. На Electronic Sports World Cup, который проходил в июне-июле 2005 года, Скай занял третье место. Он без поражений прошел группу, в очередной раз обыграв Тодда. В четвертьфинале без особых проблем разобрал американского хумана Нил Кнарфа, но уже в полуфинале обидно уступил корейскому Андейду Люциферу, который и стал чемпионом турнира. После этого Скай в матче за третье место обыграл болгарского хумана Инсомния. Но уже начиная где-то с августа, Скай начинает выходить на свой пиковый уровень. Он выигрывает китайскую квалификацию на World Cyber Games, а в начале осени записывает на свой счет победы на нескольких относительно небольших китайских лигах. Ну а в конце сентября в коллекции трофеев добавляется новый титул. Титул чемпиона International eSports Festival 2006. EF 2006 был довольно специфическим ивентом, в котором участвовали только китайские и корейские игроки. В групповой стадии матчи проходили в формате до одной победы, и в результате уже после игр в группах из турнира вылетели корейцы Мун и Виннерс, которые пропустили вперед китайских эльфов Суха и Дити. Но как бы не про корейцев сейчас речь, а про Скайа. Так вот Скай выиграл этот турнир. В группе он проиграл корейскому андеду Сусири, но затем без поражений прошел плей-офф, обыграв таких сильных соперников как Суха, Ремайнд и Го Стоп. Во всех матчах был счет 2-1. Ну и вот вам пожалуйста. Скай снова чемпион. Снова к этому чемпионству есть определенные вопросы, но честно выигранные 20 тысяч долларов у этого парня уже никто не отнимет. Баснословные деньги по тем временам, по правде говоря. До гранд-финала World Cyber Games тем временем оставалось меньше месяца. Я сделаю это снова. World Cyber Games 2006 года это турнир, который многие из нас вспоминают с особой ностальгией. Конкуренция в игре росла, сцена развивалась, игроки постоянно повышали скилл. А еще в 2006 году медаль варкрафтерских ВЦГ впервые взял игрок с постсоветского пространства. А еще снова на турнир не прошел Мун. А еще Скай во второй раз подряд стал чемпионом, установив уникальные достижения и теперь уже точно вписав себя в историю как величайший игрок за хуманов и один из величайших игроков в принципе. Скай без особых проблем прошел групповую стадию, в которой обыграл российского орка Роба, до сих пор помним, как Роб пытался застроить Скай башнями, и хорватского эльфа Зевса. Первым соперником в плей-офф стал австрийский орк Fire Strike, с которым проблем тоже не возникло. А вот дальше пошла жара. В RO16 турнира Скай играл против корейского Undead'a Ghost Top'а, который был одним из сильнейших игроков за нежить в мире и вполне себе претендовал на титул чемпиона World Cyber Games. Скай выиграл со счетом 2-1, но при этом не обошлось без скандала. Все дело в том, что Сяо Фэйн Ли перед играми решил посмотреть демки предыдущих матчей Ghost Top'а, что было запрещено правилами турнира. Неизвестно насколько сильно это повлияло на исход противостояния двух игроков, но Скай отделался предупреждением, а Ghost Top потом много всяких «приятных» вещей написал на китайских форумах. В четвертьфинале, можно сказать, во многом решалась судьба турнира. Здесь Скай играл против Грабби. История противостояния двух этих игроков не получила должного развития на предыдущих World Cyber Games. Тогда, напомним, Грабби обыграл китайца в группе, но не дошел до финала, сенсационно проиграв шорт-раунду. На этот раз никаких отговорок быть не могло. Это был принципиальнейший матч на важнейшем турнире года. Скай выиграл 2-1. Самые опасные соперники остались позади, и дальше было уже проще. В полуфинале был украинец Hot, который пусть отчаянно сопротивлялся, но все-таки ничего не смог поделать с китайским Хуманом. А в финале была абсолютно однокалиточная победа над Тоддом. Скай окончательно вернул должок за World eSports Games, на первой карте сыграв Архимага с Близзардом, а на второй пропушив экспант соперника с наемниками. Сяо Фэйн Ли во второй раз подряд стал чемпионом ВЦГ, а тысячи Хуманов отправились на ладдер обкатывать новую стратегию с Архимагом, Близзардом и Пандой. Уже под конец года Скай принял участие в крупном турнире International Electronic Sports Tournament, где в группе в очередной раз обыграл Тодда, но в финале со счетом 1-3 уступил Муну. В дальнейшем противостояние неба и луны станет одним из центральных сюжетов варкрафтерской сцены, но пока что. Пока что Скай был на вершине мира. Два года назад он жил в проголоте, вынужден был терпеть порицание со стороны отца, а теперь смог купить родителям машину, новый дом, а заодно и помочь своему папе открыть частную клинику. Да и на себя, разумеется, тоже осталось. Неудачи. Уже с самого начала года стало понятно, что Скай может быть и двукратный чемпион ВЦГ, но безоговорочно сильнейшим игроком мира его называть не стоит. Безусловно, он практически всегда показывал хорошую игру и доходил до заключительных стадий турниров, но новые титулы выигрывал очень редко. В январе Скай проиграл Ремайнду в полуфинале турнира China eSports Games в Циане. В апреле было поражение 0-3 от Муна в финале ивента Warcraft 3 World War 2. Спустя месяц Скай еще два раза проиграл Муну на турнире World Series of Video Games, оба раза по 0-2. В мае проходил Blizzard Worldwide Inventational и там Скай вновь остановился на стадии полуфинала, где проиграл Фову. Светлым пятном на фоне этих относительно неудачных выступлений стала победа в первом сезоне ProGamer League в июле. Там Скай не только вновь стал чемпионом, но и сказал свое слово в противостоянии с Муном 2-1 в промежуточной стадии турнира и 3-1 в финале. Потом было неудачное выступление на ИЕФ, где Скай даже не вышел из группы, пропустив вперед инфи и гостопа. Была победа на китайском турнире ИГОМ, где Ли Сяофэн доказал, что Поднебесной он все еще номер один. Был абсолютный провал на турнире Digital Life, где Скай в групповой стадии обыграл Муна, но проиграл Ремайнду и Лину и даже не вышел в плей-офф. А Мун снова стал чемпионом. На все эти относительные неудачи это не так важно. У Скайа был шанс мгновенно реабилитироваться в глазах фанатов и заставить всех позабыть о каких бы то ни было поражениях. У Скайа был шанс установить абсолютно уникальное достижение в истории киберспорта. В октябре 2007 года Скай приехал в американский город Сиэтл для того, чтобы в третий раз подряд стать чемпионом World Cyber Games. Sky is over. В ЭЦГ 2007 получились абсолютно эпичным турниром. Вы только поглядите на этот состав участников. Скай, Мун, Грабби, Тодд, Соджу, Лин, Ход, Хулиган, Флай, Ксяот, Сейс. Ну и еще, конечно же, Криолофус. Скай один раз отступился в групповой стадии, проиграв Соджу, но это так, мелочи. Тем более, что уже в первом туре плей-офф Скай уверенно разобрал самого Грабби. Дальше был поляк SLH, которого китаец просто не заметил. В полуфинале от рук Скайя пал сам Мун. Все, дорога к чемпионству была открыта. Грабби уничтожен, Мун был повержен. Оставалось обыграть Криолофуса, который пару месяцев назад пусть и выиграл Близкон, но с тех пор уже успел завершить карьеру. Из группы выбрался через тайбрейк и вообще непонятно как дошел до финала, обыграв на своем пути таких соперников, как Икс Лорд, Ксяот и Хулиган. Третье подряд чемпионство в ЭЦГ было невероятно близко. Скай уверенно взял первую игру на карте Тиренас Стэнд. Нагнул Вуд, эльф отыгрался, по-умному сыграв Мас Хант Рез против Хуманского быстрого Экспанда и в конце застроив соперника протекторами. На решающий твистед медаллз все шло к тому, что Скай пропушит Крио рифлокастерами, но норвежец терпел, превозмогал и дожил таки до шестого охотника на демонов. Хумановская армия рассыпалась в пыль, а Скаю оставалось только написать GG, признавая тем самым свое поражение. Небо рухнуло на землю. Главным героем World Cyber Games стал не почти трехкратный чемпион мира Скай, а норвежец Олаф Уайнхен. Одно из самых ярких моих воспоминаний это гранд финал World Cyber Games 2007. Я бесчетное количество раз мечтал о том, чтобы вернуться назад во времени и вновь сразиться с Крио. Цитата Скай. Это может показаться парадоксальным, но поражение в третьем финале World Cyber Games является фундаментальным элементом в понимании Ская как фигуры варкрафтерской сцены для понимания его величия. Когда речь идет о Муне, то мы обычно говорим, что он за свою карьеру выиграл все, кроме ВЦГ. Когда речь идет о Граббе, то мы вообще вряд ли можем сказать, что он чего-то недополучил от Варкрафта. Скай же настолько велик в контексте Варкрафта в целом и World Cyber Games в частности, что главным его упущением в карьере является тот факт, что он не смог выиграть ВЦГ в третий раз подряд. Понимаете, такого нарратива не существует вокруг ни одной другой персоналии из мира Warcraft 3. Инерция. Несмотря на то, что Скаю не удалось в третий раз подряд стать чемпионом World Cyber Games, он по-прежнему оставался звездой мирового уровня и символом всего китайского киберспорта. В 2008 году его даже пригласили участвовать в церемонии Олимпийского огня, что служит отличной иллюстрацией того, насколько популярными в Китае был киберспорт и насколько важной фигурой для киберспорта был Скай. Вот только пик киберспортивной карьеры Ская, как оказалось, уже остался позади. Хотя тогда, в 2008 году, мы об этом еще не знали. Еще несколько лет назад в команде World Elite появилось подразделение под названием World Elite 08. Там были собраны молодые и перспективные китайские игроки, которые к 2008 году должны были стать топовыми прогеймерами. Не все из них в итоге добились серьезных успехов, но многие действительно стали полноценными звездами и даже вытеснили из основного состава своей команды различных корейцев. То, что произошло с World Elite, в какой-то степени отражает и то, что произошло на киберспортивной сцене в целом. В игре появились новые звезды, которые сумели составить ощутимую конкуренцию старичкам. Кто-то из ветеранов достойно держался против новой крови и продолжал выигрывать, а кто-то начал заметно сдавать позиции. Увы, но Sky скорее относится ко второй категории. Нет, он по-прежнему был хорош, особенно на китайских турнирах. Он по-прежнему оставался, возможно, лучшим хуманом мира, но завоевывать новые титулы у него получалось не очень-то хорошо. В самом начале года Sky дошел до финала второго сезона ProGamer League, но вступил в нем Муну со счетом 0-3. Эти двое игроков встретились и в финале третьего сезона PGL, который состоялся уже в июне, и Sky вновь проиграл, на этот раз со счетом 1-3. Еще одно поражение от Луна Ликова пришлось на июльский ESVC Masters of Paris, где Sky в сетке плей-офф обыграл и Грабби и Тодда, но в финале вновь ничего не смог поделать с пятой расой. Спустя полтора месяца Sky дошел до финала турнира ESVC 2008 обыграл на нем таких соперников, как Грабби, ТХО и Тет, но вновь уступил в финале. Вот только соперником на этот раз был уже не Мун, а корейский орк Ху. На турнире Make Games Colorful Ли Сяо Фэнь даже не вышел из группы, при этом в очередной раз проиграв Муну. То же самое произошло и на World Esports Masters, где, не поверите, вновь было поражение от Муна, а еще от Грабби и от Ху. Как-то поквитаться с Муном получилось на Intel Extreme Masters в Ченду. Там Sky наконец-то обыграл Луна Ликова в полуфинале верхней сетки, но в итоге занял всего лишь третье место на турнире, проиграв Грабби и Лину. Разумеется, все эти относительные неудачи можно было бы перечеркнуть, выиграв очередной турнир World Cyber Games. Но Sky даже не сумел пройти китайский отборочный, пропустив вперед таких представителей китайской новой крови, как Инфи, Тед и Лайк. Не сказать, что 2008 год прошел для Sky совсем без чемпионств. В марте он выиграл очень конкурентный Neo Star League, по ходу ивента победив таких соперников, как Soju, Susiria, Remind и Инфи. Ну а ближе к концу года были победы на двух ивентах China и Sports Games, в которых принимали участие топовые китайские игроки. 2009. Что пишут в интернетах про игроков, которые когда-то вовсю чемпионили, но потом стали выигрывать значительно меньше. Про таких игроков пишут, что они сдулись, скатились, анубились, ну и прочие неприятные вещи. Sky сдуваться не хотел, поэтому в 2009 году врубил режим тренировок 24 на 7 и это принесло свои плоды. В начале года Sky взял серебро в четвертом сезоне ProGamer League, уступив в финале великолепному Flyer. А спустя всего пару дней команда World Elite в составе Sky, Инфи, Тед и Лайк стала чемпионом 14 сезона Warcraft 3 Champions League. Интересно, кстати, что в финале китайцы играли против SK Gaming, в составе которой были игроки, которые еще пару лет назад сами выступали за World Elite, Remind, Lean, Soju и Rain. И еще примерно через недельку Sky стал чемпионом турнира Intel Extreme Masters в Чэнду. Там он в плей-офф обыграл и Муна, и Грабби и безоговорочно стал лучшим игроком турнира. Конечно же, держать такой убойный темп в течение всего года у Sky не получилось. Тем не менее, он оставался вполне конкурентным игроком топового уровня. Но главной его целью, разумеется, была третья победа на World Cyber Games. После краха в финале WCG 2007, после полного обидных поражений 2008 года, Sky вернулся в игру и вновь претендовал на главное золото Warcraft 3 сцены. На этот раз он сумел пройти китайские отборочные, и мир замер в ожидании. Неужели получится? Неужели этот парень станет чемпионом мира в третий раз? Не стал. Начался турнир с того, что Sky уже в матче открытия и проиграл немцу Явзу. Это, впрочем, не помешало ему выйти из группы. А вот уже в RO16 Sky напоролся на непреодолимую преграду в лице россиянина Хэппи, которому и проиграл со счетом 0-2. В финале World Cyber Games 2009 сыграли Infi и Fly 100%. И в тот момент стало окончательно ясно, что Sky уже не лучший игрок Китая. Что уж там говорить про лучшего игрока мира. Иронично, что спустя буквально полторы недели после WCG 2009, Ли Сио Фэнь выиграл ивент под названием International Electronic Sports Tournament. Призовой фонд этого ивента был чуть ли не в два раза выше, чем призовой фонд WCG. Там были собраны самые лучшие игроки, и Sky на этом турнире обыграл и Муна, и Грабби, и Лина, и дважды нанес поражение находившемуся тогда в очень приличной форме Чеку. За первое место Ли Сио Фэнь получил 23 тысячи долларов, и это был один из крупнейших выигрышей в истории Warcraft 3. Была всего лишь одна проблема. Это был не WCG. 2010-2011 2010-2012 годы – это время, когда Sky по большому счету уже доигрывал. За весь 2010 год Ли Сио Фэнь ничего крупного не выиграл, а также в очередной раз не смог отобраться на World Cyber Games, заняв на китайских отборочных лишь четвертое место. Его самый крупный выигрыш за этот период времени – порядка трех тысяч долларов за второе место на китайском турнире и Канн Сайбергеймс, победу на котором одержал ТХО. В 2011 году ситуация по турнирам стала еще хуже. Во-первых, самих турниров стало элементарно меньше, потому что большинство команд и игроков переключились на находившуюся в зените славы StarCraft 2. Во-вторых, конкуренция становилась все жестче, а Sky было все тяжелее тягаться с другими топовыми игроками. Судьба, однако, подарила Sky еще один шанс стать трехкратным чемпионом World Cyber Games. В 2011 году этот турнир проводился в упрощенном формате. Призовой фонд стал заметно меньше, чем в предыдущие годы, а квалификации проводились только в тех странах, где Warcraft 3 продолжал оставаться относительно популярной игрой – в Китае, Корее, Германии и России. Sky со скрипом прошел китайские отборочные. На самом турнире в группе привычно уже проиграл Муну, но это не помешало ему все-таки выйти в плей-офф и там дойти до финала, где его соперником стал Лин. И Sky даже взял первую карту, но, как и 4 года назад в Сиэтле, после этого проиграл два сета подряд и в итоге занял лишь второе место. В 2012 году турниры, в которых сыграл Sky, можно пересчитать по пальцам. Тем не менее, Ли Сио Фэнь снова предпринял попытку в третий раз покорить World Cyber Games. Он вихрем прошелся по китайской квалификации, обыграв там Инфи, Теда и Флай 100%. Однако уже в финальном этапе турнира Sky снова, опять, в 4х100500 раз проиграл Муну, но все-таки вышел из группы, а потом в полуфинале проиграл Флайо. После этого Sky взял реванш над Муном в матче за третье место и... И это было последнее место на пьедестале почета в карьере такого потрясающего игрока, как Ли Сяо Фэнь. Мировая элита Прежде чем продолжать рассказ о карьере Sky, давайте немного отвлечемся и поговорим о командной сцене, а также о такой команде, как World Elite, которая является одной из сильнейших команд в истории Warcraft 3. World Elite появилась на свет весной 2005 года. Базой для команды послужил китайский клан Йолини, за которой выступали в том числе такие игроки, как Sky и Suho. Также к выступлениям удалось привлечь ряд корейских игроков, таких как Soju, Check, Remind, Swain, Sweet и Dayfly. Разумеется, World Elite незамедлительно отправилась покорять главную командную лигу Warcraft 3 Champions League, но с насколько выиграть этот турнир не получилось. В дебютном для себя сезоне VE заняли четвертое место, разгромно проиграв на лан-финалах команде Meet Your Makers со счетом 0-5, а затем со счетом 1-3, уступив SK Gaming в нижней сетке. Единственным утешением для Sky в том сезоне может быть тот факт, что по итогам голосования среди болельщиков он получил награду «Новичок сезона». Кстати, по итогам этого самого голосования Sky всего на процент с небольшим опередил нашего хулигана. 37% на 35,8%. В следующем 10 сезоне в Эстриэл результаты были уже получше. World Elite сумели опередить Mousesports, но проиграли 4 Kings и вновь уступили Meet Your Makers, по итогу финишировав на третьем месте. Правда, к этому моменту в команде оставалось мало чего китайского. На командной лиге выступал корейский состав, хедлайнерами которого были Soju, Lin и Remind. Командное чемпионство наконец-то покорилось World Elite в 11 сезоне в Эстриэль. Тогда еще Дэдман поругался о ССК Гейминг и прямо во время лан-финалов ушел из команды. Тогда 4 Kings в последний раз принимали участие в Лиге. И тогда же World Elite впервые стали чемпионами самой престижной командной лиги в истории Warcraft 3. Легенда Мун и Граби продолжают играть до сих пор. Первый все еще является одним из сильнейших варкрафтеров мира, второй стал весьма успешным стримером Sky. Да у него тоже все хорошо на самом деле. Сейчас Ли Сяофэнь практически не играет в игры, но он все еще тесно связан с видеоигровой индустрией и с киберспортом. В 2015 году он ушел из команды World Elite и открыл собственный бизнес. Его компания занималась созданием игровой периферии. Также Sky периодически приглашают участвовать в рекламе каких-нибудь китайских игр, зовут на ток-шоу или в какие-нибудь проекты, связанные с игровой индустрией. Один из последних стартапов Sky это курсы для начинающих киберспортсменов. Ли Сяофэнь говорит, что для него важно донести до молодых игроков, что киберспорт это тоже работа и работа нелегкая. Чемпионами здесь становятся единицы, но индустрия постоянно развивается и даже если ты недостаточно хорош, чтобы зарабатывать деньги игрой, ты можешь попробовать стать менеджером, журналистом или кем-то еще в этой сфере. Либо же просто понять, что это не твое и выбрать какой-то другой путь в жизни. Так что Sky по-прежнему с киберспортом. Он с ним уже навсегда, по правде сказать, как Гагарин с космосом, как Шекспир с литературой. История Sky это история триумфа всей китайской сцены. А еще это история парня из бедной семьи, который однажды поставил все на видеоигры и который благодаря таланту, трудолюбию и удаче сумел стать чемпионом и звездой национального масштаба. В последнее время Ли Сяо Фэнь периодически говорит о том, что подумывает вернуться в киберспорт в качестве самого что ни на есть активного игрока. Как известно, седина в бороду без фребро. Но кто знает, может быть мы когда-нибудь еще и увидим Sky на турнирной сцене. В марте 2022 игроку исполнится 37 лет, так что на особо успешный камбэк рассчитывать как-то не приходится. Ну, хоть в очередной раз поностальгируем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok